всем привет с вами алексей гончаров в этом видео расскажу о своем лайфхаке как решить проблему если какие-то клавиши на клавиатуре плохо срабатывает значит самый простой вариант заходим в поисковую систему пишем тест клавиатуры вот первая попавшаяся ссылка открывается такой онлайн тест ну вот если клавиши нажимаю видите они срабатывают и все работает верхний ряд цифровых клавиш как видите у меня срабатывает плохо если попытаться искать решение этой проблемы то решение будет одно менять клавиатуру но для ноутбука это не так просто как для стационарного компьютера то есть это она полностью разбирать ноутбук искать клавиатуру в общем целое дело я для себя нашел другой выход и сейчас покажу свое решение проблемы которая у меня уже работает не один месяц вот кстати номерная четверка тоже что можно сделать в данном случае значит покажу как восстановить клавиатуру с помощью изоленты да не удивляйтесь итак но если вы клавиатурой пользуетесь то вы уже сами знаете что какие клавиши у вас работает какие не работает и так далее если же не знаете то можно опять же зайти набрать то есть клавиатуры открыть сайт и протестировать клавиатуру увидеть какая клавиша работает какая не работает значит что нужно сделать приступим значит сейчас покажу сам лайфхак потом покажу в чем суть проблемы значит ну давайте попробуем вот этот клавишу то есть вот еще и нажимаем пятерку видите на не сработает то есть надо давить сильно кстати бесполезно то есть один вариант что-то делать для этого нужно снять клавишу как снимать клавишу смотрите прошлое видео специально показывал как разбирается собирается так клавишу сняли значит выглядит она вот так так резкость есть резкость но неважно значит здесь пальцем вытер кругляшок отпечатка теперь что делаем так нужно вот сюда на центр один есть отпечаток но здесь есть маленький след вот здесь кружочек нужно наклеить маленький кусочек изоленты значит в данной ситуации чем изолента толще тем лучше так показываю значит берем изоленту отрезаю сейчас маленький кусочек примерно такой квадратик так где где можно даже так оторвал сейчас я его подровняю был ровненький нормально там лежу так есть берем тыльную сторону клавиша то есть видим вот она пятерка вот она у меня снята верху кадра причем что самое интересное значит если вы видите такую ситуацию что как я сейчас клавишу снял и со снятой клавиши нажимая непосредственно на пиптик опять же смотрите прошлое видео там подробно рассказывал при запеке и смотрим то есть все прекрасно срабатывает то есть с одетой клавишей срабатывает плохо со снятой клавишей срабатывает нормально то как раз вот этот способ он и подойдет значит этот мой способ не подойдет если клавиатура залита если что-то попало жидкость то есть только для исправных нормальных клавиатур которые не были подвержены воздействию жидкости и так далее так берем этот квадратик и наклеиваем там где был отпечаток не знаю насколько вам видно вот сюда в центре вот получается вот такая вот штучка сейчас расскажу так вот смотрим расскажу почему это так происходит значит вот сам пиптик который давит значит вот он сам пиптик который нажимается и под этим пиптиком расположен контакт и теперь одеваем кнопку обратно то есть сначала прикладываю верхней части и защелкиваю смотрим на результат так чтобы вам было видно как видите нажимаю все срабатывает и сколько бы не нажимал значит здесь вот верху идет отпечаток то есть того что я нажимаю то есть все работает вот соседняя клавиша четверка она не работает повторяем процедуру делаю опять же все при вас так вот четверка вот этот самый отпечаток видите кружочек то есть то куда давит пиптик откуда от кнопки приходит усилие на вот этот силиконовый пиптик смотрим то есть без клавиш и нажимаю все срабатывает опять же повторяем процедуру так сейчас установлю камеру так берем кусочек изоленты вырезаем небольшой квадратик квадратик по размеру как площадь вот этого как площадь вот этого кружочка но можно чуть больше но не сильно так вырезали квадратик взяли квадратик берем наклеиваем приклеиваем этот квадратик на место контакта то есть вот видно вам там след все квадратик на месте теперь одеваем нашу четверку на место и сейчас будем проверять что получилось делась делай защелкнуть смотрим на результат так чтобы был виден палец и результат вот защелкнулась как видите каждое нажатие все срабатывает вот пятерка отремонтированная четверка все срабатывает отлично при каждом нажатии до этого сами видели что было значит доказательство того что я этим уже пользуюсь сейчас вам отдеру вот у меня же восстановленная по такой же технологии чтобы вы видели вот как видите у меня вот этот изолента здесь приклеена уже работает также у меня по такой же технологии восстановлена клавиша и так сейчас покажу смотрим как видите здесь даже наклеена два слоя изоленты и сейчас объясню почему можно будет иногда наклеить два слоя изоленты почему может понадобиться сделать так так смотрим работает 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 45 45 все работает сейчас попытаюсь объяснить в чем суть происходящего значит нарисовал такой маленький рисунок можно сказать схематически значит вот эта часть это сам силиконовый пиптик который нажимает вот здесь контакт клавиатуры то есть электрический контакт при при замыкании которого замыкается цепь компьютер воспринимает этот сигнал сигнал преобразует какой-то символ который увидите на экране значит что происходит со временем вот этот стерженек на который вот эта верхняя часть как буква п это сама клавиша то есть у нее здесь есть вот эти буртики при нажатии клавиши когда вы нажимаете вот эти буртики упираются сюда в самый низ вот этот низ это уже непосредственно сама клавиатура то есть сильно давить на клавишу стучать бесполезно то есть она просто не будет срабатывать значит со временем конечно не на всех это есть ноутбуках но на ноутбуке моей модели такая проблема есть значит вот этот размер b это высота вот этого стерженька на который приходится усилить клавиши то есть вот этот стерженек он потом давит на контакт контакт замыкается вот эта высота а это высота от дна клавиши до конца буртика но то есть она как клавиша она как ванночка с обратной стороны то есть у него есть бутик то есть а это высота буртик и цвет это высота хода клавиши вот конца буртика до дна так сказать так вот со временем вот этот стерженек силиконовый который давит на контакт он либо проминается на ли но дома уменьшается упруго Vir Yaz vom размещается либо что то с ним происходит, что когда вы нажимаете клавишу, то есть нажимаете до конца, он на какие-то доли миллиметра, может на микроны там, не достает до контакта, контакт не срабатывает, цепь не замыкается, и клавиатура не выдает сигнал, символ не образуется, то есть клавиатура не срабатывает. Для того, чтобы клавиатура работала нормально, нужно, чтобы вот этот размер, то есть высота вот этого силиконового стерженька, был больше, чем сумма вот этих размеров, высоты буртика и хода клавиши по вертикали. Пунктиром это я обозначил вот этот ножничный механизм крепления самой клавиши. То есть до тех пор, пока высота вот этого столбика больше, чем А плюс С, больше, чем высота буртика и больше, чем высота, ну сумма хода плюс высота бортика, то клавиатура будет работать. Если расстояние сравнивается, либо B будет вот так меньше, либо равно, то есть если вот эта высота B будет меньше, то все, клавиатура работать не будет. И вот что мы сейчас сделали, то есть что я сделал, я взял вот здесь, вот сюда, вот где жирный нарисовал, то есть наклеил кусочек изоленты, вот эта часть. Если вы наклеили один кусочек изоленты и клавиша не срабатывает хорошо, то есть через раз или еще, нужно наклеить второй слой изоленты, то есть чуть-чуть еще приподнять. Таким образом можно регулировать как бы утолщение вот в этом месте и заставить клавиатуру работать. Поэтому в этой ситуации, если у вас есть изолента чуть потолще, то это может быть плюсом. Ну это у меня какая-то обычная изолента, вот я ее использую, кусочки такие отрезаю. Можно, конечно, здесь попробовать там капнуть термоклеем, там еще что-нибудь нанести, там лак какой-нибудь для ногтей и так далее. Но тогда будет проблематично подобрать нужную толщину. А так один кусочек наклеил, попробовала, ага, срабатывает, все, достаточно, пусть работает. Если мало, наклеил два кусочка, если уже совсем мало, клеишь три кусочка и так далее. Самое главное не клеить большую такой ломоть, потому что если вы наклеите вот на все днище клавиши, сейчас попытаюсь показать, давайте вот эту четвертую сниму. Так, где она? Заодно я тоже сейчас восстановлю. То есть если вы наклеите на всю поверхность, вот здесь, то изолента будет мешать работе этой качельки, ножничного механизма. Нужно, чтобы изолента была только в центре, то есть ее маленький кусочек. Потому что если будет большой кусок, качельке некуда будет складываться, и изолента будет мешать... Вот, видно, вот отпечаток как раз, кругляшок. Вот, будет мешать вот этому ножничному механизму, то есть вот этим пластмасскам, они должны полностью прятаться внутрь корпуса клавиши. То есть вот тут, видите, я ее переворачиваю вверх ногами, вот она как ванночка. То есть расстояние, расстояние А, вот это расстояние А, это высота вот этого вот крохотного буртика. То есть, и когда клавишу вы нажимаете, она упирается внизу, все, ей уже деваться некуда. Вот этот ход, вот это как раз С, а А это высота буртика. Вот А В это высота вот этого силиконового, этого самого. Ну, в общем, вот так можно восстановить работу клавиатуры. Значит, пока я буду сейчас тут с вами прощаться, за две секунды восстановлю еще себе четвертую клавишу, потому что пользуюсь ей часто. Она расположена на номерной клавиатуре. Номерную клавиатуру нажимаю часто, и очень неудобно, когда клавиша там начинает глючить. Поэтому решил поделиться этим методом восстановления клавиатуры с вами, чтобы не менять клавиатуру, не искать, не платить деньги. Вот, а сделать такую экономию и такой себе лайфхак для восстановления работы клавиатуры. Все наклеил. Так, сейчас сниму камеру, чтобы вы видели, что при вас. Все, одеваю, собираю, пока разговариваю. То есть, делается буквально за две минуты. Так, одеваем четверку. Делась. Смотрим. Ну, вот, плоховато, но срабатывает уже лучше. То есть, если что, можно наклеить еще один слой, но уже лучше. То есть, соседние клавиши все работают, а четверка не хотела работать вообще. В общем, кому было полезно, вот так можно восстановить работу клавиатуры с помощью изоленты. Не зря говорят, изолента спасет мир. Кому видео было полезно, про восстановление клавиатуры, работы клавиатуры, если у вас залипают клавиши. Покажите видео друзьям, поделитесь ссылочкой с друзьями. Жмите лайк, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Только предупреждаю сразу, за мат, за оскорбление буду банить, поэтому думайте, что вы пишете. В общем, делитесь видео с друзьями, отправляйте им ссылочку, если у кого ноутбук глючит, вы им этим поможете. Люди смогут восстановить себе работу клавиатуры. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был Алексей Гончаров. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. Пока-пока. Исправной вам клавиатуры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok